...вещание, я вижу себя, да. Я могу начинать, коллеги? Дайте мне знать, могу ли я начинать. Да, да, начинайте. А, ну что, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, ну вот не прошло и полчаса, как мы с вами начинаем очень важный разговор, вебинар, посвященный важнейшему направлению работы российской школы, а именно формированию функциональной грамотности. И сегодня рассматриваем один из аспектов или областей функциональной грамотности – финансовую грамотность. Вот перед тем, как этот вебинар мы запускали, да, много разговоров было о том, что именно к этому направлению сейчас повышенный интерес среди учителей, среди родителей. И действительно финансовая грамотность нас окружает и реализуется в нашей повседневной жизни. И вообще само слово «грамотность» или функциональная грамотность стали таким даже уже часто используемым понятием. И вот задача наша сегодняшняя с вами – разобраться в том, а что такое функциональная грамотность, и какую часть, и какую область, какой элемент функциональной грамотности составляет финансовая грамотность. Что это такое для учащихся, как она формируется, и как она оценивается, и как выглядят российские школьники в сравнении с другими странами. И вообще, как она появилась, и какой вклад финансовой грамотности в общий уровень качества образования в России. Ну, конечно, начнем, коллеги, с того, чтобы понять, наша команда занимается формированием функциональной грамотности. Вот по государственному заданию Институт стратегии развития образования начал реализовать этот проект. И, конечно, за основу мы взяли понимание наше, российское, что же такое функциональная грамотность. И первый слайд, который вы видите в связи... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот сейчас в уровне читательской грамотности у нас слайдик отображается. Результаты российских учащихся. Да, да, да. Результаты российских учащихся. 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 Продолжение следует... 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 по качеству образования. Исследование ПИЗа акцентирует внимание на том, обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе. И здесь специально я выделила жирным шрифтом и другим цветом то, что для нас принципиально важно. Знания, умения, навыки, которые они получают в школе и вообще в течение жизни своего школьного возраста, нужны им для применения в жизни, для решения широкого диапазона задач, задач в разных сферах человеческой деятельности. Могут ли они это делать? Умеют ли они применять эти знания для решения широкого диапазона задач? Именно этот вопрос акцентирует исследование ПИЗа. И если мы говорим о финансовой грамотности, Галина Сергеевна обращалась уже к полному определению, которое дает ПИЗа, для того, чтобы мы уяснили состав понимания ПИЗой финансовой грамотности, давайте обратим внимание на выделенные здесь компоненты. Знания и понимания. Посмотрите, через И идет знания и понимания. Знания не для того, чтобы воспроизвести, не для того, чтобы повторить, не для того, чтобы выучить, зазубрить и потом где-то как-то уместно об этом сказать. Знания на уровне понимания оценивается. Понимание чего? Финансовых продуктов, финансовых понятий, финансовых рисков. Но кроме этого есть еще несколько очень важных компонентов. Мотивация, уверенность в применении этого знания и понимания и навыки применять это знание и понимание. И способность на основании применения принимать эффективные решения в различных финансовых ситуациях. На что направлены эти решения? На рост финансового благополучия, личности и общества. Общество через благополучие отдельной личности. Вот слово «личность» здесь тоже можно было выделить еще жирным цветом, потому что исследование финансовой грамотности фокусируется на таких сюжетах, на таких ситуациях, которые во главу угла ставят самого человека, конкретного человека, с его задачами, с его проблемами, с вопросами, которые выдвигает перед ним наш социальный, вообще социум, реальности социальные. Те ситуации, с которыми сталкивается каждый человек в своих решениях и в необходимости их принимать. И вот если мы на этом уровне понимаем финансовую грамотность, так как это понимает ФИЗа, тогда мы уже можем увидеть на этом слайде, так комплексно представлен, весь тот инструментарий, который запускает ФИЗа для оценки финансовой грамотности. Задания, Галина Сергеевна уже о них говорила, которые меряют знания и понимание и применение этих знаний и понимания. И анкета об отношении к финансовым вопросам, поведении и опыте в финансовой сфере наших учащихся. Каждое задание представляет собой комбинацию содержания, процессов и контекста. Вот эти три слова в нижней части слайда я выделила специально красным цветом. Содержание. Это определенные тематики, те тематические составляющие, которые нам очень привычны. Только мы привыкли в рамках наших примерных программ образовательных и рабочих программ, которые составляют учителя, мы привыкли очень конкретизировать эти тематики, детализировать и под темы, и рубрики внутри этих тем, мы привыкли это делать. Мы не менее как бы часто, практически, наверное, даже очень редко, мы наоборот интегрируем это содержание для того, чтобы увидеть, а как они у нас, какие крупные области, они у нас могут слиться. ПИЗа крупными мазками дает нам то, что она проверяет. Область оценки международного исследования ПИЗа вообще начерчена такими крупными мазками. Содержание выделяется, четыре области, деньги и операции с ними, планирование и управление финансами, риски и выгоды, и финансовая среда, отдельные вопросы из области финансов во взаимоотношениях человека и государства, человека и открытого социума. В процессах, а к процессами называют ПИЗа познавательную деятельность, умения, действия, стратегии поведения, операционные процессы, процессы познавательной деятельности, в которых отражаются модельные, типичные ситуации и повседневной жизни, и решения более сложных финансовых вопросов, они у нас входят вот в эти четыре тоже крупных мазка, четыре крупных классификационных таких как бы основания. Какие? Выявление финансовой информации, анализ информации в финансовом контексте, оценка финансовых проблем и применение финансовых знаний и понимания. Вот на эти четыре как бы полочки можно распределить все задания, которые используют ПИЗа в своем исследовании финансовой грамотности. И, наконец, контексты. В каких крупных таких тоже папочках мы можем с вами разместить те ситуации, которые предлагает ПИЗа каждым своим заданием. А все задания ПИЗа, конечно, ситуативные, контекстные, об этом мы с вами уже знаем, и Галина Сергеевна тоже вскользь об этом говорила. Это образование и работа, дом и семья, личные траты, досуги, отдых и общество и гражданин в этом обществе. Но, несмотря на то, что не каждое из этих названий выходит непосредственно на личность, личные траты у нас только, да, есть одно из трех содержит это слово, все они абсолютно ставят именно личность конкретного человека в ситуацию решения того вопроса, который ставит перед ним жизнь. Итак, содержание, процессы, то есть познавательная деятельность и контексты. Вот каждое задание представляет собой комбинацию всех этих трех составляющих области измерения исследования ПИЗа. Ну, а если сказать коротко об анкете, еще на одном слайде мы с вами увидим результаты и поговорим о них, то вот некоторые вопросы, которые в анкете затрагивались, дают нам представление о том, в каком более широком ключе под влиянием каких факторов рассматривают результаты, полученные на каждом этапе исследования, организаторы этого исследования из ОЭСа. Посмотрите, какие умения, навыки области финансов есть у 15-летних учащихся. Спрашивается конкретным вопросами, даже сериями вопросов, и ответы по этим вопросам анализируются, анализируются с очень большой серьезностью. Каков опыт учащихся в обращении с деньгами? Конкретные ситуации задаются, учащиеся отвечают. Пользуются этим, не пользуются, зачастую, редко, очень часто, всегда. Есть определенный спектр вот таких вопросов, которые помогают обнаружить связь результата выполнения заданий с определенными условиями, с определенными опытом и навыком детей. Смотрим быстренько остальные вопросы. Насколько уверены учащиеся в решении этих вопросов? Насколько заинтересованы они относятся к финансовым вопросам в принципе? Демонстрируют ли они уже сейчас финансово ответственное поведение? Как отношения, поведение и опыт учащихся в вопросах обращения с деньгами связаны с их навыками финансовой грамотности? Как связаны результаты с полом или социально-экономическим статусом семьи? Как учащиеся получают информацию о финансовых вопросах? И на что необходимо обратить внимание, чтобы улучшить показатели финансовой грамотности? Вот такой спектр нарисовала анкета, которая идет параллельно с заданиями в международном исследовании. И если мы посмотрим с вами на конструкт, который задает ПИЗа, на область оценки, которая с одной стороны заданиями определяется, с другой стороны, результатами на фоне ответов на вопрос анкеты, мы с вами увидим, что это очень строгий, целостный конструкт образования. Вот когда в 2012 году появилась ПИЗа, нам организаторы из ОСР презентовали область оценки, модель оценки, такой образной картиночкой кубика. Видите, кубик. Кубик, который стоит на прочной основе содержания. Помните, содержание, деньги и операции с ними, планирование управления финансами, да, вот эти вот риски и вознаграждения и отдельные вопросы из финансовой среды. Вот эти крупные тематики, содержание образует фундамент. Потому что без содержания, как бы беспочвенно говорить о других определенных каких-то контекстах или процессах. Мы именно с этим содержанием оперируем, производим операции, и наши учащиеся на этой основе формулируют свои ответы. Крышей, которая все покрывает, являются вот эти контексты ситуации образовательной, помните, и профессиональный дом, семья, личные траты досуг и отдых, и человеки общества, личности и сообщества более широкое. А вот фасад этого здания, и вы знаете, когда я выступаю в аудиториях не перед педагогами Санкт-Петербурга, когда я выступаю вообще в самых разных аудиториях, в Москве и в других городах, я фасад всегда сравниваю с фасадами зданий Санкт-Петербурга, которые смотрят на Неву. Вот когда плывешь по Неве, и видишь эту красоту, колонн, рельефов, украшений, дни лепнины, и одно здание красивее другого. Давайте мы с вами запомним именно этот фасад, потому что нам еще пригодится это образное сравнение этих колонн, балкончиков, лепнины и украшений. Фасад образуют те скрепы, которые показывают нам, а что делать могут дети с этим содержанием и с этими контекстами. Могут ли выявлять финансовую информацию, могут ли ее анализировать, могут ли оценивать финансовые проблемы, и могут ли применять финансовое знание и понимание. И именно это, та самая познавательная деятельность. Здесь на развернутой такой, развертке в области оценки ПИЗа, в центре дана, да, познавательная деятельность процесса, как называют их ПИЗа. И обратите, пожалуйста, внимание на внизу, в правом уголочке нижней части слайда, тезис. Именно деятельностная составляющая, вот эта познавательная деятельность, эти процессы, работа с финансовой информацией, ее анализа, оценка, применение для определения целесообразных действий. Вот в этом мы видим проявление функциональности прежде всего, потому что это деятельностная составляющая, это действия детей с той конкретной информацией, с тем конкретным содержанием, которое ими предъявляется. Предъявляется на уровне заданий в ПИЗе и предъявляется нами на уровне содержания нашего обучения, когда мы, в общем-то, проводим нашу с ними образовательную работу в реальном образовательном процессе. Если мы с вами вернемся к тем уровням, которые уже называла Галина Сергеевна, немножечко о них говорила, то здесь, на этом слайде, подробно вы сможете это изучить, когда презентация окажется в ваших руках, сравнить содержание, предъявляемое детям на том или ином уровне, и то, что они возвращают, предъявляют нам, оказавшись на том или ином уровне, оценки качества финансовой грамотности в исследовании ПИЗа. Так вот, когда вы познакомитесь с этими описаниями каждого из пяти уровней, вы сделаете для себя собственные выводы, и мне кажется, они будут коррелировать с тем, что я обозначила в правой верхней части этого слайда. Голубым шрифтом я пыталась здесь представить вам такие основные направляющие, по которым могут разниться знания, понимания, уверенность применения финансовых знаний и пользования финансовыми продуктами наших детей на разных уровнях их качества финансовой грамотности. Посмотрите, интерпретация информации, которая им дается заданием, заданное заданием, то есть кусочек, ситуация маленькая из нашей широкой социальной жизни, понимание связи между элементами вот той информации, которая им представлена, понимание назначения финансовых продуктов разной сложности, применение знаний для решения конкретных вопросов от типичных, обыденных проблем к нестандартным проблемам и к непростым контекстам, которые будут по мере взросления встречаться нашим детям и которых они будут касаться. Учет последствий финансовых решений, в том числе долгосрочных последствий и арифметические действия с числами их определенная комбинаторика и сложность. Вот эти проявления мы с вами увидим, если обратимся к конкретным примерам заданий и к уровням их сложности, что мы дальше и сделаем. Но для того, чтобы рассматривать сами примеры, мы еще на одно обратим внимание. Каковы особенности оценивания выполнения заданий в ПИЗе? Вот это оценивание выполнения заданий очень отличается от привычных нам стандартизированных форм оценки в ЕГЭ или в ОГЭ на уровне государственной итоговой аттестации или на уровне ОПР, на уровне, извините, ВПР, на уровне тех стандартизированных работ, которые так или иначе входят в наши классы, в те или иные предметы, к которым мы уже привыкли. Посмотрите, в ПИЗе, как правило, не говорится верный ответ или неверный ответ. Эти позиции фактически не применяются ни в одних комментариях, ни в одних отчетах, а отчеты по исследованию ПИЗа это такие многотомные труды. Мы нигде не встречали эти слова верный ответ или неверный ответ. Фактически везде наши коллеги, интерпретирующие эти данные, пишут ответ принимается или ответ не принимается. И видят очень большую разницу между этими двумя подходами. Верный ответ или неверный ответ, или ответ принимается, и ответ не принимается. Посмотрите, если ответ принимается, значит, вот та формулировка, в которую он дан, и те объяснения, которые даны, те комментарии, которые даны, принимаются экспертом, проверяющим этот ответ. А в ПИЗе финансовой грамотности около 30% заданий с развернутыми ответами. И в том числе заданий комплексных, где может быть и выбор какого-то ответа, но и развернутое объяснение этого выбора. Так вот, этот выбор и это объяснение, если принимается экспертом, то ребенок получает определенный балл за свой ответ. Если не принимается, значит, неубедительное объяснение или нет связи между объяснением и выбором. Что за этим стоит? За этим стоит та самая альтернативность решений, которая свойственна нашим решениям в финансовой сфере. Альтернативность выбора. Альтернативность, исходя из своих задач, исходя из тех условий, в которые находится конкретный человек, исходя из своих собственных планов, исходя из своих возможностей, исходя даже из уверенности, если сознательно идешь на определенный риск. Так вот, этот комплекс условий, возможностей и решений как раз укладывается в подход, принимается ответ или не принимается. Ну и для того, чтобы понять, какие шкалы действуют и как они оцениваются в баллах, наши ответы, там нет одного или двух баллов, одного или двух или трех баллов, как мы привыкли тоже в наших стандартизированных схемах оценивания встречать в отечественных измерителях. Там многочисленные двух или трех значные числа для оценки того или иного задания идут, причем каждая цифра в этом числе имеет свое значение, что-то отражает. Это такая стройная, выстроенная система организаторами проведения исследования. И зачастую она укладывается в такую шкалу либо дихотомической оценки, либо политомической. Дихотомическая, когда мы ответ принимаем полностью или не принимаем, а политомическая, когда есть еще вот это звено, ответ принимается частично. Для нас с вами, для педагогов, очень важно это звено, потому что если ответ принимается частично, мы видим, какие элементы уже на пути к формированию некого качества наши дети демонстрируют. Для нас в принципе в преподавании очень важно видеть ребенка на пути к искомому результату образовательному, а для этого очень политомическая шкала как раз подходит. Ну и теперь конкретные примеры. Показывала уже Галина Сергеевна вот это наше любимое задание с помидорами. Ну посмотрите, что я здесь выделила. Я выделила крупным шрифтом уровни. Уровень 1 – это нижнее задание слева. Про те самые помидоры, где действительно можно купить ящиками или купить в розницу, несмотря на то, что килограмм будет стоить дороже, если покупать в розницу. Посмотрите на вопрос первого уровня. Для некоторых людей покупка ящика помидоров может быть плохим финансовым решением. Объясните, почему. Мне очень хотелось бы, чтобы на этом примере мы с вами все поняли, что первый уровень – это не такой дилетантский и поверхностный уровень. Это задание, которое требует объяснения, развернутого ответа. Причем объяснения, которые опираются на определенные практики, реальные практики оценки того, что происходит в социуме. Да, это простой вопрос. Да, он не требует сложных вычислений. Да, он не требует анализа нескольких или ряда каких-то элементов, составляющих. Но, тем не менее, это задание с развернутым ответом. И привычная для наших педагогов оценка заданий из различных работ, тестовых работ, аттестационных работ, оценка заданий с развернутыми ответами как заданий сложных, оценка заданий с развернутыми ответами как заданий, которые меряют определенные и сложные уже образования в знаниях и умениях наших детей. Здесь не стыкуется с подходом ПИЗа. Мы должны это очень хорошо понимать. Это первый уровень, который просит объяснить, почему покупка ящика помидоров может быть плохим финансовым решением. Посмотрите, второй уровень. Для многих людей выгодно купить ящик помидоров. Выгоднее купить ящик, чем отдельные помидоры на вес. Запишите обоснование, которое данное утверждение поддерживает. Вот чем отличается второй уровень от первого на этом примере? А он реально показывает нам вот этот вопрос второго уровня. Что здесь-то нужно и сравнить, и посчитать, и обосновать также развернуто на уровне уже определенных вычислений. Верно? А если мы перейдем к третьему, четвертому, пятому уровню, который у нас справа в... То, что у нее уже есть один кредит. И вопрос четвертого уровня. С какими возможными негативными финансовыми последствиями она столкнется, если возьмет тоже кредит от другой компании? И, наконец, пятый уровень – это полный ответ по вопросу, какие две другие финансовые выгоды получат Анна Петровна. То есть не только один локальный как бы будет рассмотрен вариант ситуации, связанный с этими выгодами, но ребенок сможет показать видение комплекса этих выгод от данного финансового решения. Тогда мы уже сможем фиксировать его продвижение до пятого уровня. Вот на этом примере мы с вами видим, чем они отличаются. Но для того, чтобы комплексная картинка у вас составилась, конечно, нужно и целый ряд примеров посмотреть, и прочитать то, что касается описания уровней в целом. Вот задание пятого уровня – это из тех новых заданий, которые были открыты после объявления результатов ПИЗа 2018 года. А вы знаете, что результаты, кстати, эти были объявлены совсем недавно. Совершенно недавно. Вот если сегодня у нас 21 мая, то ровно две недели назад. Всего две недели назад были объявлены результаты ПИЗа 2018 года. И, собственно говоря, вы, санкт-петербургские педагоги, первые участники серии тех семинаров и вебинаров, которые мы будем проводить по результату ПИЗа 2018 года. Которые как раз открыты были две недели назад. Для анализа, для рассмотрения, для формулирования на этой основе каких-то других заданий, отдельными педагогами в своей практике и теми, кто разрабатывает задания для разных мониторингов. Так вот, посмотрите, выписка из банка. Задание, которое требует проанализировать выписку из банка, на основе этой выписки предлагает сделать ряд арифметических действий, потому что после ее получения хозяин этого счета, хозяйка, вернее, этого счета, совершила две операции. Она, вы видите, в левой части задания написано, какие операции две она совершила, сколько денег останется у нее на счету. И вот самое интересное, что для того, чтобы посчитать, сколько денег окажется у нее на счету, нужно заметить вторую строчечку в условиях задания. Посмотрите, пожалуйста, действия, как и в этом задании, как и во многих других, происходят в вымышленной стране Зедландии. И вот наша Анна Михайловна, которая получила эту выписку в этой стране, она должна помнить, что банк, который дал ей выписку, берет комиссионные за услуги. И за каждый перевод, который она осуществляет, берются эти комиссионные услуги. И для того, чтобы посмотреть, сколько осталось денег у нее на счету, нужно не только вычесть эти деньги по двумберациям, которые она совершила, но и комиссионные за тот перевод, который она сделала. Наши учащиеся в основном выполняли верно действия, связанные вот с этими Зедами, ее операциями, про комиссионные забывали. О чем это говорит? Это говорит о том, что компоненты задания и различные элементы той финансовой ситуации, в которой они оказались, для того, чтобы посчитать, сколько денег-то на счету осталось у реального человека, только что получившего выписку, вот эту большую выписку банковскую, и совершившего еще два таких денежных операций, сколько осталось денег на счету? Элементарный вопрос, правда? Да, получается, что ответ не тот. Уровень пятый. Несмотря на то, что это элементарные действия, но это комплексный характер действия, мы здесь подчеркиваем, и говорим, что не только вот эта явная информация, связанная с тем, насколько денег стало меньше, потому что она собственной рукой эти две операции совершила, но и то, что комиссионные нужно за перевод платить, они должны это видеть, они должны понимать и должны демонстрировать наши учащиеся. И вот еще задание, два задания под названием «Тарифные планы телефонных услуг». Первое задание просит сравнить тариф 1 и тариф 2, посмотреть, каковы преимущества финансовые тарифа 2, а второе задание уже применительно к конкретному человечеку, к нашему Бену, который, вот сам он говорит, как часто он говорит по телефону, каким набором услуг он хочет пользоваться, и вот если он со своими особенностями, вот со своей частотностью разговора по телефону и с тем, что он пользуется вот определенными часто услугами, выбирает, какой же тариф ему взять, то какой, какая компания предлагает ему те услуги, которые для него как раз подходят. Из четырех нужно, компании нужно выбрать одну. Это задание третьего уровня сложности, да, на основе оценки и это, и предыдущее, где нужно оценить полный спектр тарифа 1 и тарифа 2, и вот где нужно выбрать то, что подходит конкретно Бену для его сегодняшней сложившейся ситуации. Почему третий уровень? Почему не четвертый уровень? Продолжение следует... 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 Мы пишем в очереднем по странам УЭС. Если остальные проценты как-то... ...задачи разработки отечественных систем, оценки и формирования финансовой грамотности. Ну а если мы рассмотрим вот этот красивый рисунок, мы увидим вот что. Посмотрите, пожалуйста, всмотритесь в ту диаграмму, которая дана в правой части слайда. Такая выраженная вертикаль идет и отсекает одну треть этой диаграммы, и то, что уходит в левую часть, имеет шкалу тоже в процентах. Проценты по горизонтали у нас располагаются, видите? Так вот, что это отсекает часть вертикальной линии? Она отсекает все, что является допороговым. Повторяю, пороговый уровень, это второй уровень по уровневым подходам ПИЗы, по всем направлениям исследования, в том числе и финансовой грамотности. Все, что осталось до порога, ушло вправо. Посмотрите, у страны-лидера, у Эстонии, у нее практически допороговое значение, очень и очень маленькое, видите? До порога, до начала второго уровня остался какой процент у нее детишечек. И посмотрите Россию. Россия выделена сереньким цветом посерединке примерно. И посмотрите страны, которые находятся в нижней части рейтинга по этой таблице, какое количество детишечек у них находится на допороговом вот этой зоне, отраженной на этой диаграммке. А то, что касается второго, третьего, четвертого и пятого уровней, дается справа от этой вертикали. И вот здесь мы тоже можем увидеть, как отличаются результаты российских учащихся от результатов учащихся других стран. Ну и опять обращаем внимание на то, что наивысший уровень показали всего 6,3% российских учащихся. А в Финляндии наибольшее число таких учащихся, около 20%, четвертая строчка сверху Финляндии, около 20% детишечек в этой стране оказалось на пятом уровне. А вот эти два вывода, серьезные вывода, были сделаны на основе изучения ответов по анкете наших российских учащихся. Всего два я выбрала, потому что нет времени останавливаться на других результатах. Посмотрите, пожалуйста, на результаты российских 15-летних учащихся в значительно большей степени, чем на результаты их зарубежных сверстников, влияет информация, необходимая для решения финансовых вопросов, полученная от преподавателей. Вот наше с вами учительское место. В значительно большей степени, чем на результаты учащихся в других странах. В странах ОСР 50% учащихся сказали, что да, необходима нам та информация, которую дают педагоги. А российские школьники, 61% российских участников исследования отметил. Именно этот источник финансовой информации. И если сравнить с двумя другими источниками, которые популярны среди российских учащихся, то этот источник как бы третьей популярности. После информации, которую они получают от родителей и взрослых родственников. И после той информации, которую они получают из интернета. Кстати, родители и старшие родственники доминируют в этом рейтинге источника финансовой информации у российских школьников. И второй вывод. Вывод, который устанавливает позитивную связь между финансовой грамотностью и опытом использования финансовых продуктов в цифровой среде, в том числе, и на практике. Вроде бы ничего страшного нет, странного нет. Понятно, что чем больше опыт, чем шире практика, тем и результаты по заданиям должны быть лучше. Но я акцентирую внимание вот на чем. В нашем как бы мышлении, взрослом мышлении, в педагогическом мышлении в том числе, зачастую бытует миф о том, что практики наших российских школьников отличаются от практик детей в других странах. Почему-то там в Финляндии, в Эстонии, в провинциях Канады, может быть, другие практики у них, поэтому и результаты лучше. Так вот, анализ результатов, которые показали дети по анкетированию и сравнение этих результатов с результатами выполнения заданий, говорит, что по большинству из перечисленных показателей российские 15-летние учащиеся не уступают своим сверстникам из стран ОСР. То есть по использованию финансовых продуктов, в том числе в цифровой среде, по их отношениям к проблемам контроля и сбережения денег, по планированию покупок и так далее. Практики российских детей не отличаются от практики их сверстников из стран ОСР. Поэтому мы должны понимать, что наше педагогическое влияние, вот та зона педагогического влияния, тот кредит доверия, которым нам дают дети, то уважение к той информации, которую они получают от педагогов, конечно, это та зона, которая позволяет нам педагогическими усилиями, целенаправленными усилиями влиять на повышение уровня финансовой грамотности российских школьников. Ну и очень кратко о рекомендациях. То, что обеспечение развития финансовой грамотности молодежи – это многогранный подход, это один из выводов, которые сделали коллеги из ОСР, выступая на процедуре открытия результатов тестирования 2018 года. И рекомендации, которые перед вами на слайде, они базируются как раз на те рекомендации, которые сделаны были на этой презентации, на открытии результатов. Понятно, что развитие финансовой грамотности обеспечивается, мы с вами очень хорошо это понимаем, финансовой грамотностью в школьном образовании. Расширение возможностей финансового образования именно в рамках школы – это очень значимый ресурс. Опора на практический опыт. И создание ситуаций такого практического опыта, применение знаний и понимания в практическом опыте – это тоже зон нашей педагогической, может быть, ответственности. Мы так можем это рассматривать. Программа мониторинга и оценки финансовой грамотности – очень важная вещь, и это в заключении своего выступления. На этом я еще немножечко остановлюсь. И два вот таких, видите, кружочка в нижней части экрана, которые говорят о создании равного доступа, равных возможностей. С одной стороны, детям с разным социально-экономическим статусом их семей, а с другой стороны, с поддержкой доступа к финансовым продуктам, в том числе цифровым финансовым продуктам, которые соответствуют возрасту наших детишек. Ну и если опираться на эти рекомендации УЭСР, мы видим, что фигменты реального образовательного пространства формирования финансовой грамотности ту часть образовательных отношений, то есть по выбору школы. А мы знаем, что реальная жизнь сегодняшней школы отечественной дает нам очень многие факты профессионально выраженного применения запроса на определенные знания и применения и использования этих знаний и понимания, и вычисления экономической финансовой составляющей самих проектных работ, не только выходящих непосредственно на вопрос о финансовой грамотности, скажем, семейный бюджет или определенные какие-то финансовые планирования для той или другой покупки, но и любые другие проектные темы имеют некую финансовую составляющую, поэтому бюджетирование туда все равно будет входить. И в этой связи, разрабатывая проекты, мы с вами, наверное, должны чаще вспоминать о финансовой составляющей и понимать, что любой проект можно вывести, в том числе и на развитие финансовой грамотности. Ну и, наконец, внеурочная, внешкольная деятельность как составляющая образовательной программы, образовательной организации и, в принципе, как часть жизни наших школьников. И мы, в общем-то, с вами можем констатировать, что финансовая грамотность как таковая это межпредметная и метапредметная область, а результатом нашей работы по развитию финансовой грамотности является выход на образцы, на модели, на стратегии реального поведения, реального решения финансовых вопросов в типичных ситуациях, прежде всего, и с выходом на нетипичные, незнакомые, нестандартные ситуации, на которые будет перенесен тот опыт решения финансовых вопросов, который уже у наших учащихся будет к этому времени наработан. И вот если мы говорим о разработке на основе концепции ПИЗа, на основе результатов и выводов исследования, которые делают коллеги из ОСР, и как делаем мы, анализируя результаты, то можно сказать прежде всего о том, что наши отечественные программы, работающие на повышение финансовой грамотности и практики, они уже есть, и они продолжают разрабатываться. Это и программы финансового образования, и в рамках учебных предметов, в рамках отдельных модулей, и в рамках элективных курсов. Это и программы сценарии разнообразных образовательных событий, и ролевых игр, и конкурсов, и викторин, и различных других форм состязаний, спектаклей, мини-инсценировок, и многого-многого иного, что дает нам применение знаний и понимания, умений, стратегий поведения в различных сюжетах и ситуациях. И, наконец, диагностические материалы, материалы обучающие, материалы формирующие, которые мы разрабатываем, в том числе мы разрабатываем. И для нас это прежде всего мониторинг функциональной грамотности. Галина Сергеевна называла уже его. И наша финансовая грамотность в рамках этого мониторинга – это одно из шести направлений, которые сегодня в институте разрабатываются, и вот разрабатывает наша группа. Особенности, три особенности я назову этих наших мониторинговых материалов, о которых мы сейчас говорим. Прежде всего, концептуальная основа исследования ПИЗы. Многие коллективы, многие исследователи и пишут о функциональной грамотности, и пишут о финансовой грамотности, и разрабатывают определенные материалы, но мы говорим, что наши материалы отличают именно точное базирование на концепции ПИЗы. Особенностью наших материалов является то, что мы на платформу ПИЗы накладываем сюжеты российской действительности, сюжеты реальных социальных практик, финансовых отношений в нашей реальной, российской реалии. Иными словами, и содержание, и контексты мы выдаем, но выдаем на наших российских примерах и практиках. И еще, конечно, особенность наших материалов – это то, что к каждому сюжету, который мы предъявляем, абсолютно к каждому сюжету, к каждой ситуации, которую мы берем, основываясь на том, что дает нам жизнь, российская действительность, мы разрабатываем серию заданий, каждая из которых ориентирована на конкретное познавательное умение. Вспомните колонны, которые смотрят на него. Вспомните те четыре познавательных процесса, которые для нас основные, потому что ПИЗа им нам подъявляет их. И именно на выявление финансовой информации, анализ информации в финансовом контексте, решение финансовой проблемы и применение финансовых знаний и понимания будут ориентированы вот эти наши процессы. К каждому, еще раз повторяю, из предъявляемых детям контекстов, контекстов, ситуаций, сюжетов. Ну и вы видите на этом слайде в левой части разнообразие заданий, которые мы даем. И если вчитаться, то различные разновидности заданий, они немножко отличаются тоже от той классики, которую мы привыкли видеть в ЕГЭ, ОГЭ и в ВПРах. Здесь есть и комплексные задания, и в том числе, и в том числе, и в том числе, и в том числе, здесь есть задания с несколькими краткими ответами и так далее. И вот это разнообразие форматов предъявления материала и работы с материалом на основе тех требований, которые задания предъявляют учащимся, конечно, тоже обеспечивает и широту, и реализацию тех подходов, о которых уже было сказано. Так, ну и мне очень хотелось бы сказать, что именно в контексте отечественного образования целый ряд наших ожидаемых планируемых результатов выходят на то, на что ориентируют нас стандарты. В данном случае выписка из проекта Федерального образовательного государственного стандарта по предмету обществознания, который мы представляем с Анастасией Владимировной. Я готовилась уже передать слово Анастасии Владимировне Половниковой. И я знаю, что многие слушатели и сегодняшние участники вебинара тоже представляют обществоведческую область. Не только, конечно, наш предмет. Очень многие другие предметы и модули внедряют, и финансовую грамотность обеспечивают. Это как пример. Пример того, что даже на уровне образовательных результатов в зафиксированных стандартах мы найдем многое. То, что роднит задачи развития функциональной грамотности и финансовой грамотности с ожидаемыми, планируемыми образовательными результатами в контексте задач общего образования. Ну и мне очень хотелось бы сказать спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем, кто интересуется этой областью работы в нашем отечественном образовании. И желаю вам успехов в этой работе. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча не последняя. Всего доброго. Передаю слово Анастасии Владимировне. Спасибо. Анастасия Владимировна. Анастасия Владимировна. Анастасия Владимировна. Анастасия Владимировна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы экспериментировали с группами учителей. Вот была бы возможность по времени поработать с этим. Я бы вам дала пару-тройку минут решить эту ситуацию. Но я сразу предлагаю сейчас перейти к критериям оценивания. И как раз мы здесь увидим то, о чем говорила Елена Лазаревна. Какие ответы и как принимаются? Смотрите, в ответе мы получим, видите, код 2, полный ответ 131. Выполнены все действия и получен правильный ответ. Однако есть ответы, которые принимаются частично. Сейчас мы вернемся в задание и посмотрим, откуда могли родиться ответы 133 и 121 соответственно. Откуда берется 131, понятно. Мы с вами изъяли сначала 20 единиц за футболку, получили 110, перерассчитали налог 10% и добавили почтовые расходы. Ребенок, который забыл пересчитать налог или потерял почтовые расходы, он нам даст вот этот частично правильный ответ. То есть мы сразу поймем, что была попытка порассуждать, порассчитать, но вот попытка была с некоторыми дефицитами. Мне был приятен комментарий одного из ваших коллег, который написал, что вот на чемпионате ребята решают задачи посложнее. Я с вами согласна, они решают задачи посложнее. Но мы с вами видим тот общий результат, который демонстрирует среднестатистический ребенок нашего с вами государства. И очень бы хотелось, чтобы ребята показывали все, ну если не все, то абсолютное большинство, тот уровень, который они демонстрируют на чемпионатах. Смотрите, одно из заданий. Вот все эти задания у вас будут в презентации, вы сумеете на них посмотреть внимательно, изучить их, увеличить на экране. Оригинальные задания исследования ПИЗа. Музыкальная система. Вопрос про планирование. Как спланировать выбор кредитов? Причем, обратите внимание, в данном задании ни одного расчета не приводится. Здесь общая логика понимания процесса кредитования. И надо отдать должное нашим ребятам. Чуть больше половины ребят нашей страны вот с этим заданием справляются успешно. Специально вынесли показатели выполнения. Это тоже будет о многом нам с вами говорить. Еще одно задание. Вот такая вот симпатяга-обезьянка, четвертый уровень. Нам надо посчитать. Хочу приобрести симпатичную мелодию. Не дочитав условия приобретения этой мелодии, я могу серьезно финансово пострадать. Потому что, если я не увидела, что это долгосрочный проект, и каждый день с меня будут списываться деньги, значит, я действительно накажу себя финансово. То есть здесь учимся читать то, что написано мелким шрифтом в договоре. 49 процентов, тем не менее, ребят показывают успешное выполнение. Более сложное задание. Задание с развернутым ответом про покупки через интернет-магазин. Вообще вопрос финансовой безопасности, он действительно актуаль. В том числе и актуален особо стал сейчас. В связанном с тем, что мы очень много сейчас используем с вами всяких интернет-платежей. Но вот ребята, многие ребята, тем не менее, понимают уже, какой алгоритм можно использовать при оплате через интернет-магазин, если это происходит особенно в незнакомом месте. Какие риски могут быть с этим связаны? Вот на серии этих заданий я бы остановилась чуть поподробнее. Смотрите, это введение, это даже не задание. Это описание ситуации. И мы с вами видим, что ребятам предлагается использовать онлайн-калькуляторы. Вообще использование онлайн-калькуляторов – это сейчас очень актуальная тема. И в тех отечественных разработках, которые я вам сейчас покажу, и ссылочки на них всех покажу еще раз, там есть достаточно большое число таких заданий уже с использованием онлайн-калькулятора. Потому что это то, с чем точно столкнется ребенок после того, как освоит программу основного образования, и хорошо бы ему показать. Потому что действительно родители здесь могут быть менее успешны в использовании таких калькуляторов. На основе вот этого введения, той лирической истории, которую вам рассказывают, ребята должны что-то посчитать. Я сейчас тоже не буду очень подробно останавливаться на сюжете развертывания. Единственное, на что обратим внимание. Вот она классическая пизовская, что ли, фишка, когда в каждое задание оно как бы развивается. У нас есть сюжет этого задания. Мы видим с вами, вот здесь в уголочке стоит вопрос первый из четырех. Это значит, что дальше с героями будет что-то происходить. Они будут что-то досчитывать и пересчитывать. И после первого ответа, кстати, посмотрите, какой невысокий уровень исполнения. Хотя, да, казалось бы, готовый калькулятор возьми и просчитай. Только 25%. Три четверти, ребят, не справляются с этим заданием. Ситуация развивается. Предлагается продолжение сюжета. Надо перерассчитать при других условиях. И смотрим внимательно на результат. Результат становится еще ниже. Хотя, опять-таки, готовый инструмент, калькулятор. И тем не менее, это не спасло нашу с вами ситуацию. Следующее задание тоже на посчитать. Смотрите, но оно просто меньше действий предполагает. И вопрос чуть полегче. Мы опускаемся с пятого на четвертый уровень сложности. Уходит вот эта многоходовка. И ребята чуть лучше справляются с нашим приобретением велосипедов. Потому что здесь как раз вопрос про найди ошибку. Выяви финансовую информацию. В чем была допущена ошибка? Очень близко по заходу вот с тем заданием счет, который я вам показывала. И который раньше не требовала работы с калькулятором. А вот теперь констатация. Что не умеют наши дети делать? Они действительно не четко, не прямо отвечают на поставленный вопрос. Если им задается вопрос, как изменился курс валют, и перерассчитай, какая будет разница сумм. Они нам констатируют, что это замечательно, что герой помогает в данной ситуации своей семье. Либо замечательные наши, возможно, участники чемпионатов на простой вопрос о кредитовании пишут очень странный ответ, что стыдно этого не знать, и закрывают выполнение данного задания. Поэтому очень много оценочных суждений. Поэтому хотелось бы, чтобы когда, ребят, вы будете настраивать на выполнение заданий ПИЗа по финансовой грамотности, в том числе и на это, и вообще настраивать на освоение финансовой грамотности, хотелось бы их научить четкости ответа на поставленный вопрос. Вот это очень важный дефицит, который у наших ребят присутствует. Действительно, был комментарий у вас в чате про связь того, что вот приходится натаскивать на тесты ЕГЭ, ОГЭ. Но на самом деле в КИМах появляются элементы, которые косвенно, отдаленно в ряде случаев, но могут нас вывести в том числе на осмысление вопросов финансовой грамотности. Хотя здесь есть своя специфика. Ну, вот такое, например, задание из КИМа ЕГЭ, вроде про финансовую грамотность, да, вроде о рассуждении о совершеннолетних гражданах и их предпочтениях в способах сбережения. Но вопрос, который здесь задается, он явно задается в традиционной системе ценностей нашему старшекласснику. Мы выходим не на вопрос о том, что выгоднее, прими решение, а мы уходим в теорию все-таки, да, что такое ценная бумага и какие виды ценных бумаг вы знаете. Но в основе была та ситуация, с которой можно было начать разговор реально финансовой грамотности. И поэтому вот тот комментарий, который тоже был в чате, что это нас с вами ограничивает. На самом деле, если учитель заинтересован, он может вывозить ребят и на разговор, ну, как бы, около тех тем, которые, и их обсуждать. Еще одно задание тоже, это версия ЕГЭ. Мы, ну, например, вторая позиция, да, финансовые институты выступают посредниками между домохозяйствами и предприятиями. Опять-таки, скорее обращение к терминологическому ряду, да, что такое домохозяйство, надо понять, кто такие финансовые институты. То есть здесь пока вопрос на такое понимание терминов из области финансовой грамотности скорее. А вот девятый класс, он выдал ситуацию, которая действительно больше уже относится к финансовой грамотности, потому что здесь стоит вопрос, как ему правильно поступить. Единственное, что здесь отличает эти материалы от исследований ПИЗа и от того, что мы предлагаем во многом, это вот это разовое единичное задание, оно не в контексте, да, хотя вот, собственно говоря, оно заходит на финансовую грамотность. Ну и, наконец, те отечественные разработки, которые я прям бегло вам покажу. Запомните номер слайдик, он, по-моему, девятнадцатый в этой презентации. Здесь есть вот три, как бы, да, ресурса, с которыми можно интересно поработать. Вот это сборник действительно талонных заданий, который недавно вышел в издательстве просвещения. Он рассчитан на пятый и седьмой класс, сейчас в разработке шестой, восьмой, девятый класс. И, собственно говоря, вы увидите форматы работы с этой книжкой, потому что там ребенок может не только познакомиться с самими заданиями, а посмотреть и оценить чужие ответы. Там есть такая рубрика, есть предложение дописать вопросы к ситуации, которые мы предложили, то есть поработать фактическими авторами заданий в области финансовой грамотности. Нам кажется, есть интересные форматы, которые там заложены. И, наконец, два ресурса. Один из них связан с диагностикой для четвертого, девятого класса. Это полный онлайн-формат, да, то есть ребенок заходит, выполняет и получает некие вердикты. И текстовые документы, которые размещены вот на таком ресурсе. Сначала я вам покажу примерчики из первого стартового мониторинга. Вот так будет выглядеть заставочка, когда вы туда зайдете. И можно работать, зарегистрировавшись, и выполнить задания уровня конца начальной школы и конца основной школы. Можно без регистрации проходить, можно создавать группу учителя. Там много чего написано интересного. Логика следующая. Каждый класс получает несколько таких, наборный тест получается, да. Один тестик, он инвариантный, он простенький для всех, а дальше можно углубляться. Хотите, углубимся в мошенничество, хотите, в личные финансы. Ну, вот такие предметные области сюжета мы там можем с вами найти. И какие-то очень простенькие, ежедневные события, которые могут случиться, вплоть до покупки просроченного кефира. Да, вот рубрика «Покупки», просроченный кефир, выпускник начальной школы. И вот что-то мы ему можем здесь рассказывать. Отстань. Так, значит, основная школа, да, основная школа, такой же заход, такой же вот, такой же подход, я бы сказала. Но вопросы стали более серьезными, кредитование, да. А вот так выглядит дизайн этого ресурса, примеры заданий. Опять-таки идет какой-то диалог, и дальше надо ответить на поставленные перед ребенком вопросы. Вот здесь надо посчитать. Причем, видите, опять мы предлагаем калькулятор. Казалось бы, надо ребенку учить, считать, чтобы развивалась математическая грамотность. Но в финансовой грамотности нас здесь интересует больше другое. Надо различить для выпускника начальной школы, да, в данном случае доходы и расходы, соответственно, и посчитать какую-то сумму. Где-то форматы не очень привычные для наших ребят. Выдели фрагмент текста, да, видите, вот такой формат может быть. Но он используется. Совсем необычный для наших ребят формат – это донетки такие, да, верно-неверно суждения. Именно в таком формате оформленные мы приучаем ребят к форматам ПИЗа. Есть одна очень важная установка, принцип. Мы никогда не спрашиваем то, о чем нет в ситуации. Вот здесь явно вопрос на нарушение прав потребителей. Мы предполагаем, что ребенок может этого не знать. Поэтому, соответственно, мы предлагаем ему, да, выполнить задание. Выполнить задание и, соответственно, на основе того, той информации, которая размещена в уголке потребителя, да, принять нужное решение. Вот, собственно говоря, такое вы можете увидеть. Да, и опять-таки формат донеток. Еще одно задание для основной школы. Задание про вклады, потому что с 14 лет ребята уже имеют право их, да, нести, вносить в банки. А вот это тот вердикт, который получает ребенок. Если он успешно, абсолютно успешно справился с выполненным заданием, то, соответственно, он получает вот такой вот диплом. Диплом за подписью, кстати, Галины Сергеевны Ковалевой, с которой вы сегодня могли познакомиться поближе. Ну, это те возможности, которые дает система. Посмотрите на них внимательно, потому что, действительно, здесь можно создавать группы и дифференцировать по результатам. И каждый ребенок получает конкретный отчет о том, что у него получилось, что у него вне получилось. А вот это тот мониторинг, о котором шла речь выше у моих коллег, и который можно посмотреть на ресурсе «Скиф» и отчасти, который лег в основу книжек просвещения. Это те области, которые мы захватываем. Это те сюжеты, вот даже по названиям, разговор у кассы, покупки с рук. Видны прямо вот эти сюжетные заходы. Вот так он был оформлен, когда мы работали с ним на электронном ресурсе. В печатном, к сожалению, он идет без картинок в текстовой версии. Но опять-таки, видите, вот здесь появился очень важный, о чем говорил Элена Лазаренко. Задание первое из четырех. Да, у нас Дима составил список и решает, что же здесь вот лично для него. О, в следующем задании. Так, сейчас, подождите, где-то, где-то чего-то зависает. В следующем задании у нас с вами он... Компьютер сопротивляется. Ну, увидите, развитие всего сюжета. Развитие всего сюжета вы увидите. Вот такие задания для семиклассников. Какими карточками что-то оплачивалось и как это вот надо посчитать. И сумеет ли он накопить на следующие. А вот теперь я хотела бы вам показать один слайд, который вот... Я предполагала, что это так, но вот просмотр вашего чата просто лишний раз в это меня убедил. Мы ждем что-то. Мы ждем какие-то образовательные результаты. У нас есть с вами серьезная нормативная база. Нам могут предъявлять какие-то требования. У нас есть в ГОС, УМК, есть методические материалы. Мы очень стараемся, чтобы они действительно помогали нашим учителям. Но без творчества учителя ничего не получится в нашем нелегком деле формирования финансовой грамотности. И вот этот образ пути, разных путей, по которым у нас с вами движутся наши с вами дети, они ведут вот к тому самому горизонту очень серьезного, высокого результата, который бы хотелось получить нам с вами. Ну вот на этом я такой обзор этих материалов завершу. Очень надеюсь, что вы к нему вернетесь и посмотрите. Уже каждое задание можно будет посмотреть, подумать, в какой теме, подумать, может быть, в каком факультативе, может быть, подумать, в каком конкурсе, чемпионате и так далее. Комментарии можно использовать, да, во внеурочке, конечно. Может быть, да, вот там был про внеурочку комментарий. Любые форматы. Нам самое главное, чтобы это было полезно. И тогда дети смогут себя чувствовать в большей безопасности и что-то даже донесут до родителей. Это точно. Дальше мне хотелось бы тоже вам пожелать успехов в нашем нелегком труде. Спасибо большое. Я, наверное, выхожу, правильно? Сейчас у меня коллеги помогут мне выйти. Если что, не выходите, ничего страшного. Большое спасибо всем уважаемым спикерам. Очень надеюсь, ну, учитывая, что мы сильно задержались, прошу прощения, но настолько было все интересно, что большинство участников дождались окончания и не уходили. Это говорит о том, что... Спасибо им за наше терпение. Мы обязательно разрешим презентации, и вы сможете детально познакомиться, не переживайте. Также мы проанализируем все ваши пожелания в наш адрес, как-то их сгруппируем. И, в принципе, мы уже почти на 99% с коллегами договорились, что в июне, наверное, в середине где-то проведем такой финальный вебинар, финальную мини-конференцию, семинар, не знаю, что получится, по как раз внеурочной деятельности, наше предложение, идея. Может быть, поделимся методическими рекомендациями, в том числе коллеги, там, 56 человек заявилось, что они сами готовы поделиться. Естественно, к сожалению, мы не сможем всем предоставить возможность поделиться своим опытом в рамках одного семинара, да. Но мы постараемся как-то выделить тех, у кого наибольший опыт, чтобы действительно могли поделиться с коллегами. Поэтому следите за нашей информацией, пишите нам письма, все наши адреса есть. Покровская, Татьяна, администратор, я руководитель методического центра. Мы, наверное, действительно будем продолжать вебинарные форматы, не реже раза в квартал, потому что даже когда мы вернемся к очному формату обучения, потому что это позволило сегодня присоединиться к нам, педагогам из Ленинградской области, Псковской и Новгородской. Поэтому, коллеги, всем большого успеха, всем процветания. На самом деле можно и внеурочный формат пробовать, и онлайн-школы. Вот все, что действительно ваше творчество вам позволит. Мы будем рядом с вами, мы будем вам оказывать поддержку. Спасибо большое за участие и до новых встреч. Всем здоровья. Спасибо. 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 Продолжение следует...